Вот так как стоят дела, честно говоря, обстановка некомфортная. У нас с утра было минус 14, и такой леденющий ветер, которым славятся наши степи, у нас на самом деле нас губит вот этот вот ветер, жуткий совершенно. Поэтому пойдем сейчас где потеплее. Видите, аж камеру сду. Она у меня стоит не на треноге, а я ее поставила сюда, у нас тут старая машина, и поставила, видите, ветер шевель в камеру. Пошли отсюда. В общем, дорогие товарищи, вокруг нас один позитив. Дело движется к Новому году. На улице мороз. От этого позитива лопаются яйца. Дело в том, что я вчера прошляпила и забыла пойти в курятник забрать яйца. Яйца полопались. Но в этом тоже нужно искать позитивный момент. Они еще, кстати, толком не оттаяли. Но представьте, 14 градусов у меня в предбаннике замерзла вода сегодня. Позитивный момент из всего этого можно извлечь такой, что когда яйцо полностью оттает, я засуну его, вытащу из скорлупы, засуну его в контейнер и уберу в морозильную камеру. Но для того, чтобы когда зимой куры не будут нестись, я достану это яйцо и сварю какие-нибудь блины. Куры тоже сбились в клубок. Здесь, где немножко затишкой светит солнце, они стоят в кучке. Ну, почему, конечно, гораздо приятнее, когда на них не дует ветер. Еще один позитивный момент, это тот, что пошли в ход помидоры. Честно вам скажу, те помидоры, которые я солила на камеру на своем канале, оказались очень вкусными. И это, можно сказать, последние, последние, которые мы съедим сегодня, наверное, с картошкой. Раз у нас наступила зима, ну, вы сами видели. Кстати говоря, но мне нужно пойти раздеться. Я немножко оттаяла. Я уважаю труд дорожников, которые сейчас у нас кладут дорогу от Волгограда до нашего райцентра. Во всяком случае, кусок дороги. Мы очень рано утром едем на базар в Волгоград, на рынок. И по темноте, представляете, они работают при свете фар ночью. Рабочие жгут костры, ну, потому что, представьте, на открытом воздухе, в нашей степи дуют совершенно жуткие ветра. У меня он там за окном, на таком столбе висит пределом флюгер. И по его крутящемуся вентилятору я всегда определяю, какой же силы у нас ветер. Так вот, что я вам хочу сказать. Благодаря этому я стала почти как гидрометцентр. У нас ветра нет только ночью. Где-то с 7-8 часов начинает дуть. Так вот, я хочу сказать, что в таких условиях, конечно, работать очень тяжело. Я все время, когда мы едем на базар, я прям восхищаюсь этими людьми. Интересно, какая у них зарплата. Они там насыпают такой огромный сейчас, хотела сказать, сток, я же пришла с базы. Такую огромную кучу, вот как на шахтах называются вот эти вот отвалы. Забыла, как называются вот эти вот такие вот огромные. Ну, вообще, вот такие огромные конусы песка. Стоят три экскаватора. Представляете, они вот кажутся, как будто они игрушечные. Бусинка. Бусинка. Я нашла точку, откуда ее видно. Если я зайду в дверь и буду снимать со стороны дверей, то будет окно засвечивать нашу бусинку. Вот такая уже стала, просили показать. На ветер мы ее не выпускаем, потому что она маленькая. У нас там действительно ветрище. Совершенно жуткий. Вот еще одна. Но это уже не бусинка. Это у нас телочка, сметана. Да, сметана? Вот эти две кукушки. Вот эта белая телочка у нас сразу вот с лета не пошла. Бывает такое. Вроде бы и трава, и молока у нее в волю. И не идет. Да, бусинка? Хорошая телочка. Не сильно она такая, конечно, жирная. Но вполне она получает 6 литров молока каждый день. Бывает даже 7. У нас есть одна корова, трех сисей, которой молоко мы не пьем. Вот все выливаем ей. Вот сколько дает все ее. Нормальная. И росленька, и сено ей в волю, и дробленку она стала есть. Так что вот вам бусинка. В этом сарае стоят у нас две новокупленные коровы, потому что те старые наши их гоняют. И мы их держим отдельно. Да, Няша? Вот видите, меня услышала. Идет. Тихо, тихо, у меня дробленки нет. Куда ты прешь? На место. Смотри, что творит, а? Хочет выйти. Нет, она куда? Она не выйти хочет. Она думает, что ее доить пришли. Я же вам говорю, они у нас бегут на перегонки. Бегут на перегонки, если хотят, чтобы их подоили. Но, в самом деле, они не хотят. Они дробленку любят. Вот таким способом. Да? Иди на место, сено ешь. Иди, 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 иди. Старые коровы стоят у нас вот здесь. Там им сено накидали. Как видите, пленку ветром, ну, конечно, по лощи, что там говорить. Она накрыта проволокой, там столбы привязаны по низу. Но, во всяком случае, на них не попадают осадки на наши стоги. Вот так у нас делают. Вот, пожалуйста. Лопают, едят. Сарай открытый, то есть они в любой момент могут уйти. Они, коровы, не привязаны, могут уйти в затишку. А из последних новостей подходит ко мне сегодня муж. И говорит, сейчас по всем телевизионным каналам идет какой-то кипиш по поводу медсоправок. Посмотри, говорит, в интернете. Пусть твой интернет принесет тебе какую-нибудь пользу. В общем, я залезла сегодня в интернет. И оказывается, из-за чего возмущаются люди. Дело в том, что при замене водительских прав, либо при получении новых прав, либо при потере водительских прав, нужно проходить медкомиссию. А так как сейчас ввели в этой медкомиссии анализ на содержание наркотиков и алкоголя в моче или там еще в чем-то, может быть, в крови. Короче, если раньше водительская справка медицинская стоила 1500, что-то 70 с копейками, то сейчас она стоит 5000. Я так понимаю, что все это будет повышение цен с завтрашнего дня. И вот теперь водители выстраиваются в очередь, чтобы сегодня еще взять эту справку за 1500. И вот из-за этого по всем каналам сейчас идет большая буча. Я это обнаружила сегодня на сайтах в интернете. Про это пишут все. Так что, дорогие товарищи, те, кто отправлял меня учиться на права, имейте в виду, что сейчас мне водительская справка обойдется в три раза дороже. Подорожание там на 73%. В общем, можно сказать, что всех нас с этим можно поздравить. Подождем Нового года. А он не за горами. Доказательства этих я вам сейчас предоставлю. В магазине уже стали продавать подарки. Новогодний с окрана. 389, 359. Вот дядька какой-то домовой, наверное. Судя по всему, у нас год мыши. На подарки посмотришь и поймешь. 369. Мышка 700 грамм. Саратовская фабрика 205. Еще вот такие. Подарки. Ну и ликерка. Это нам не надо. Конец ноября. Начали уже продавать все подарки. Но после Нового года нас ждет очередное повышение. Как-то бывает всегда коммунальные платежи. В общем, какие там еще повышения? Бензин. Вчера солярка в Волгограде мы были. Она стоит уже почти 50 рублей. Что-то 48. 48 что-то с копейками. Самое интересное, что по трассе она стоит дешевле. Мы вчера заправлялись 92-м. А солярка стоила 45 с копейками. То есть в Волгограде на заправке она на 3 рубля почему-то дороже. Вот такие вот дела. Что касается нашего хозяйства. То коровы, естественно, сбавили молоко. После того, как мы перестали их выпускать на улицу. Чтобы они паслись. Молоко они сбавили. И поэтому сейчас у меня райцентр с продажей молочки, скорее всего, отпадет. Почему? Мне, конечно, выгоднее возить молоко в райцентр. Но дело в том, что рынок Волгограда гораздо перспективнее. Хоть туда и надо ехать. В общем, приходится делать выбор. Вот я его и сделала в пользу Волгограда. Хозяйство свое я вам показала. Укос показать не могу. Так как они в таких теплых шубах. Они ушли гулять. Им все равно. Они по зиме свободно могут таскаться. Им не нужен теплый сарай. Потому что они начинают потеть. У них там появляется перхоть. Вы сами видели, какая шуба у коз. И на этом, наверное, всем пока. Я так думаю, что нужно испечь или сварить что-нибудь вкусное. И пойти, наконец, раздеться. Потому что на улицу я теперь пойду, скорее всего, только вечером. С хозяйством управляется мой муж. У него для того, чтобы не продувал вечер, он придумал себе такую накидку из шкур. Выглядит она вот так. На спине такая же шкура. В общем, это все одевается через шею. Но он ее только достал. Наверное, будет еще ремонтировать. Дело в том, что вот это одевается под куртку. Куртка вот здесь вот так притягивается ремнем. Это не продувается. И она очень легкая на самом деле. Но только он одевает ее мехом внутрь. Я надела вам мехом наружу. Здесь у нас замша. Обычная замша. Вот такая вещь. Ну, как бы самодельная. Ну, и что? Длинная. Чтобы закрывала достаточно далеко. И, в общем, в этой накидке она не мешает движению рук. То есть здесь можно свободно работать, чем хочешь. Вилами. Иногда я ее одеваю, когда по зиме холодно. И я иду доить коров. Ну, то есть, понимаете, как? Она гораздо легче, чем если на тебе такой вот пуховик. На самом деле она хоть и выглядит, ну, как бы так, может быть, не сильно презентабельно, товарищи. Но это натуральная шкура. Почти цельная. Вот здесь вот платка пришита. Вот так мы выходим из положения. А что делать? С нашими ветрами по-другому не получается. И на этом всем пока. Я, конечно, понимаю, что у меня сегодня довольно страшный вид. Такие вот реалии жизни в деревне. Что делать? Приходится с ним бороться как-то.